доброе утро сегодня у нас воскресенье я легла в 4 проснулась 8 чувствую себя реально как вареная вермишелька вчера монтаж очень много времени занял я бы вообще не выспалась но мне нужно сегодня строительный магазин было ехать нам нужно будет заказывать кирпич для кострища и надо это сделать очень очень быстро чтобы мы вот прям вот на этой неделе все сделали я держу скрещенные пальчики что у нас все выгорит что мы на самом деле сможем в течение всей этой недели доделать кострище полностью и у нас будет наконец-то зона отдыха я очень давно об этом мечтала держите за меня скрещенные пальчики чтобы у нас все выгорело чтобы все получилось можно быстрее и без всяких заминок и без проблем я сейчас приехала в частный строительный магазин немножко походила уже по магазинам купила вот такую вот известь нам нужно будет обрабатывать стенки в нашем погребе потому что скорее всего там завелся грибок поэтому нас картошками очень хорошо себя чувствует купила мякоть бедра целую упаковку потому что у нас гости и мы скорее всего будем делать шашлыки очень часто шейки для наших котиков очень вкусные вот такие вот колбаски кстати кушаем с удовольствием я кстати до сих пор не пересадила мяту вместе с лавандой поэтому я купила два вот таких пакета чтобы их наконец уже пересадить главное найти горшки в которых я это буду делать вот это вот все мои покупки фикс прайс и я сейчас перед домой обязательно вам все поближе расскажу ну прямо очень много интересного было поэтому ждите очень многие спрашивают про фикс прайс которым я закупаюсь так вот этот слуцкий у нас один он в маяке ну что как и обещала делюсь с вами покупочками из фикс прайс их вот это достаточно много потому что наверное из-за того что я давно там не было поэтому мне прям все хотелось купить во первых что я взяла это самая большая самая габаритная покупка в этот раз это вот такая вот швабра чуть попозже поближе вам я потом покажу наша швабра сломалась поэтому я решила что просто необходимо взять купить новую так что вот стоила она 199 российских рублей я не могу сказать конкретно как она нам понравится не понравится но самое главное что у нас уже есть следующая по габаритности у нас идет вот такая вот почка для специй я сам купила для того чтобы висеть ее куда-нибудь на кухню потому что очень много всяких разных специй у нас и я планирую все-таки переложить все это в красивые интересные баночки поэтому решила что пока есть возможность такую купить а там она была в принципе последняя так что я ворвала последнюю забрала ее с собой домой надеюсь что она будет служить мне верой и правда и не поломается пластик немножко мягковат но я думаю что на ход машины это особо влиять не будет еще кое-что для кухни я купила это контейнер для холодильника я такие видела на алиэкспресс но там они месяца ставкой стоит каких-то непонятно больших денег я вообще не знаю почему за пластик так так дорого нужно платить здесь на картинке показано что сюда можно складывать пельмени замораживать это очень актуально и в принципе я думаю что что можно даже складывать яйца чтобы они не занимали много места ты еще ой куда упала что упала пока это везла короче она уже у меня развалилась купила я две рамочки одна вот такая вот шестиугольная одна вот такая вот прямоугольная сзади у них специальные есть крепление для подвешивания здесь две таких закрывашечки здесь 3 ну конечно максим начал гасить траву я надеюсь что не будет слишком шумно если что вы у меня уже за это простите просто мне очень хочется именно сейчас вами всем этим поделиться чтобы не откладывать долгий ящик купила вот такой вот освежитель для машины и еще купила вот такой они оба с морским каким-то таким запахом свежести потому что все остальные если честно машине мне не воспринимаются потому что мне нравится когда свежо без вот этих вот ядреных неприятных запахов которые усиливаются еще особенно в жарком помещении когда машина сильно нагревается на солнце не знаю как это по-другому объяснить короче невозможно когда вот такие сладкие запахи поэтому я предпочитаю всегда свежесть что-то такое морское или или запах после дождя купила еще вот таких вот шесть штук ручек это гелевые ручки написано что с увеличенным запасом чернил проверим короче если честно мне хотелось бы наверное все-таки в черном цвете такие взять но в черном цвете их не было поэтому что было то и взяла дальше идем вот такая вот накладка на унитаз я думаю что на ней конкретно останавливаться долго мы не будем потому что накладки накладка ничего особенного вот такой вот набор прищепок их здесь 42 штуки стоило 55 российских рублей мне просто так проще говорить российских рублях потому что здесь уже написана цена а на ценник в самом экспрессе я обычно не смотрю потому что я привыкла что там все или по два или по три или по шесть рублей поэтому я особо на этом не заостряю внимание четырех разных цветов проверим потом как они будут работать обычно китайские прищепки они очень таких липкие не особо долго служит проверим короче как долго будут служить эти прищепки вот что я купила давно очень хотела себе такие органайзеры для обуви каждый органайзер на одну пару обуви внутрь ставится одна туфля сверху 2 там по-моему они в трех цветах я решила взять вот такой серо-голубой мне он очень нравится смотрится приятно идем дальше не могла я уйти без набора перчаток здесь каждом наборе 12 штук у меня это размер м принципе средний размер который подходит большинству именно из тех кто работает у нас на участке достану сейчас одну посмотрим какие они по качеству в принципе я привыкла к таким перчаткам они очень удобные многоразовые перчатки как бы это не было грустно все равно очень быстро рвутся поэтому мне проще купить вот таких вот 12 штук то есть получается 6 пар и мне в принципе на дольше хватит чем я куплю одну пару обычных хозяйственных перчаток мне кажется что можно было купить на размер побольше потому что из-за ногтей мне кажется что они будут еще быстрее рваться того что мне прям очень очень сильно понравилось я купила вот такие вот супки цепь там были в мятном цвете точно знаю что были еще по моему в розовом но я решила что вот такой вот приятный цвет немножко напоминает мне цвет кофе с молоком они объемом в 560 миллилитров и я очень долго выбирала чтобы не было сколов чтобы не было никаких изъянов и выбрала мне кажется самые самые красивые которые там были я решила что этот нейтральный цвет нам на кухню очень даже хорошо подойдет конечно же куда без не молока я покупаю его каждый раз когда иду фикс пресс потому что если сравнивать цены на немолоко в других магазинах фикс прайсе его покупать выгоднее всего потому что в той же самой радуги который у нас здесь в городе находится молоко не молоко стоит 560 белорусских рублей а я покупаю за 250 фикс прайс мне кажется что выгода на лицо поснимала для вас еще интересных новиночек фикс прайс поэтому давайте позалипаем минуточку и 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 погода жесть у меня сейчас на термометре и в машине 25 но по мне так целых 38 потому что очень жарко короче говоря приехала сегодня в минск мне нужно будет разобраться с декларацией с налоговой поэтому я Я сейчас еду в банк, потом в налоговую, потом надо еще кое-что купить. Я не знаю, возьму ли я с собой, потому что реально так жарко, что я не уверена, что мне будет желание вообще брать камеру в руки. Скорее всего, буду похожа на мокрую, потную курицу. Поэтому думаю, что мы с вами, если увидимся, то если я найду что-нибудь интересное и захочется мне вам показать. Кстати, работа над костричем продолжается. Сегодня без меня, правда, потому что я уехала, но работа бежит, работа течет. Я сегодня решила не травмировать свою нервную систему, поэтому уехала в сланцах. А сейчас просто переодела босоножки. Кстати, многие спрашивали, это босоножки от Стив Мэддон. Я их привезла когда-то из Америки, уже ровно год назад, кстати. Очень нравится, что здесь устойчивый каблучок, очень удобно ходить на них. Для меня походы в налогово это всегда очень жуткий стресс, потому что я вот, ну вот, очень люблю заполнение всех этих бумажек. К тому же налоги, это вам, ну, как бы не шутки, если что-нибудь где-нибудь неправильно напишу или ошибусь, не очень хорошо, в общем-то, будет. Поэтому, ну, главное, что я все сделала. Пойду снова в белый бланк, потому что мне в прошлый раз дали бланки без последнего листа, там, без моей подписи, без фамилии. И мне надо сейчас пойти и купить новые, чтобы в следующий раз мне не пришлось искать последний лист налоговой декларации. Заодно взяла и купила малышке много всякого разного, и стоило оно все в районе двух рублей, где-то это примерно где-то около доллара, даже меньше. Всякие разные прописи, всякие разные интересные разукрашки. Ну, и, конечно же, не могла уйти без канцелярии, купила клей-карандаш. Вот этот, скорее всего, должен быть таким сиреневеньким, чтобы было видно, где ты промазываешь клеем бумагу. И черные гелевые ручки. Не знаю, почему они постоянно куда-то у меня улетучиваются, пропадают, поэтому мне каждый раз приходится пополнять свои запасы. Ну, и, конечно же, бланки для налоговой декларации тоже докупила. И еще что хотела вам показать. Очень многие спрашивают про то, где я покупаю орешки, всякие разные чай. Чаще всего покупаю, если кто в Минске, тот знает, в станции метро Уручье, подземный переход. Там есть такой маленький магазинчик, карамель, вроде как он называется. И вот там я постоянно покупаю чай. Я покупаю фруктово-ягодный коктейль или что-то такое. Короче, на основе красного чая, каркаде. Они, ну, прямо очень ароматные, очень вкусные. Но они по-хорошему ароматные, они химозные. Я это очень люблю. Купила приправ. Это приправа-гриль, по-моему. Потому что у нас на этой неделе будет много шашлыков, поэтому я решила, что нужно просто обязательно купить. И еще вот такие вот разные приправки купила. Это для плова приправа. И приправа вот с такими крупными порезанными сушеными овощами. Короче говоря, приправ теперь у нас много. Будем готовить, кушать. Ну, и, конечно же, любимые орешки. Однам пакет и пакет отдельно гостям, потому что им тоже очень понравилось. Это обычный ореховый микс. Короче говоря, арахис внутри. Сверху глазурь такая хрустящая с разными-разными-разными вкусами. Барбекю, лук со сметаной, паприка. Васаби мой любимый, кстати. Правда, в этот раз не было, поэтому пришлось брать, что есть. Короче, я все складываю обратно. И мы с вами едем домой. Потому что там уже кострище делается без меня. А я не хочу пропускать. Я, кстати, снова переодела свои сланцы, потому что я сейчас буду за рулем. И мне не хочется на каблуках водить. Потому что, скорее всего, это будет очень непривычно для меня. Не хочу создавать аварийную ситуацию на дороге. На удивление, кстати, мне было не слишком жарко сегодня в этом платье. Поэтому я официально его одобряю. Смотрится очень красиво. На самом деле сейчас так мало девушек ходят в платьях. Особенно на каблуках. Я вот, например, когда хожу на каблуках и в платье, по-другому совсем себя ощущаю. И люди воспринимают себя совсем по-другому. Абсолютно по-другому. Потому что этого так мало сейчас вокруг. В основном это кроссовки, спортивки, короткие шорты. Это даже как-то на мое настроение по-особенному влияет. Чувствуешь себя такой девочкой-девочкой, воздушной бабочкой. Короче, ладно. Я пойду, пока я еще не приплела других животных сюда в этот влог. Все, люблю вас. У меня вот только-только волосы высушены. Я их зря, конечно, резинкой перевязывала. Сейчас они, видите, как волнистые. Короче говоря, я давно говорила про масла. У меня вот, допустим, масляный эликсир. Я буквально одно нажатие. Вот помпу. Тут совсем немножко, ну буквально две капельки получилось по факту. Я их хорошенько растираю между руками. И сейчас буду наносить на волосы. Потому что вот эти места, они у меня немножко обесцвечены. И поэтому они очень сильно подвергаются воздействию фена. И, ну, выглядят не очень, короче. Поэтому я их сейчас буду вот таким вот образом. Надо еще больше растереть. Если вы чувствуете, что слишком много масла. А это на волосах потом, если слишком много масла, выглядит не очень опрятно. Я растираю там, где могу растереть, короче. Пока буду ухаживать за волосами, хотела рассказать вам про канал, который я недавно нашла. На просторах Ютуба. Сейчас вообще на просторах Ютуба, по крайней мере, мне очень редко попадаются DIY-каналы, которые на самом деле очень хочется смотреть. И вот недавно я искала идеи для своей зоны отдыха. И случайно нашла канал Кати Панковой. Это канал достаточно молодой. Там еще немного видео. Но он настолько многообещающий. И я вот когда смотрела, я реально чувствовала, как будто это качество достаточно крупного, такого миллионного канала. Потому что человек в это вкладывается. Я думаю, что и силы, и время, и свое вдохновение очень много уходит у человека на создание контента. Поэтому если вы тоже, как я, ищете новые идеи, вдохновения, новые какие-то интересные каналы, обязательно зайдите на канал Кати Панковой. Я, кстати, там нашла очень интересное кресло для зоны отдыха. Вспомнила стул Кентуки. Он складывается-раскладывается. Это вообще очень классная идея. Нашла, кстати, у Кати классное зеркало, которое давно хотела повторить. Это лунное зеркало. И обязательно загляните к ней, зацените эту идею, потому что смотрится, ну, реально очень-очень круто. У нее есть переделки старой мебели. Она переделывает балкон. Она, кстати, для балкона своего делала еще классное кресло, которое тоже идеально подойдет для зоны отдыха именно на улице. Если ты, так же, как и я, любишь создавать уют в своем доме, заглядывай на мой канал. Мои ролики выходят каждую неделю. Так что впереди тебя ждет огромное количество интересных идей. Я сейчас просто во всей этой теме. Мне хочется благораживать свой присадебный участок. Поэтому все идеи я просто впитываю в себя, как губка. За волосами я немножко поухаживала. Мне, если честно, кажется, что вот здесь вот немножко много масла. Но, как говорится, с этим я уже ничего не смогу поделать. Я просто возьму вот таким вот образом, поскручиваю в жгутик. На кончике именно остатки выможу, если можно так сказать. Вот такой вот кренделечек у меня получается. Такая вот скруточка. Это слово, мне кажется, не очень хорошее, потому что у меня ассоциации со скруткой какие-то не очень адекватные. Они не так сильно пушатся. Сейчас с этой стороны мы сделаем точно так же. Мне кажется, что из-за того, что я только что после бани, у меня очень организм напитан водой. И поэтому у меня масло не впиталось в кожу как следует. И поэтому у меня его немножко больше, чем обычно осталось на руках. Я не знаю, что буду делать. Их надо немножко утяжелить, потому что именно, как я и говорила, уже концы мои, они легче, чем корни. И поэтому они пушатся. Что мне нужно сейчас делать? Сейчас я поеду на СТО забирать свою машинку, потому что мы там меняли сцепление. Я обещала вам конкурс. И сейчас я покажу подарочки, которые приготовила в этом видео. В прошлый раз со мной победитель так и не связался в Инстаграм. Мне не так и не написал. Не знаю, почему, с чем это связано. Я поняла, что просто по комментариям на YouTube очень сложно потом с победителем связаться. Поэтому в этот раз надо будет оставить ссылочку на свой ВКонтакт или профиль в Инстаграм, чтобы мне можно было как-то проще связаться с победителем. Потому что очень жалко, что невозможно потом связаться с победителем и передать им подарок. Так что в этот раз мы поступим с вами по-другому. Я очень хотела показать вам уже готовый вид нашей зоны отдыха. Но так как видео на основном канале еще не вышло, поэтому я немножко приберегу это для следующего влога. Это что хотела сказать. Сейчас очень-очень-очень люди просят именно вторую часть благоустройства нашего приусадебного участка. Я примерно понимаю, почему. Потому что сейчас лето, сейчас у людей отпуска, возможность выбраться на дачу, что-то там поделать. Поэтому я думаю, что это на самом деле более актуально видеть, чем вторая часть переделки старых джинсов. Потому что это в принципе можно делать и зимой. То есть ты себе джинсы насобирала, оставила в стороночке где-нибудь их лежать в укромном уголочке, а потом чуть попозже можно будет к ним вернуться. В этот раз я решила разыграть немножко той косметики, от которой просто восторг. Это наша белорусская косметика. Это именно декоративная косметика. Здесь карандаш для губ. Помада в нюдовом оттенке. Вот такие вот классные тени Metal Hype в очень интересном красивом оттенке. Моя любимая тушь и подводка, от которой я просто без ума. Второй подарок это вот такой вот стикербук с классными стикерами, который отлично просто подходит для ежедневника. Вы сами видите, сколько всего интересного здесь внутри. Плюс я решила добавить те буквы, про которые очень много было вопросов. Это латиница в трех разных цветах. Золотой, черный и серебряный. Это второй наш подарочек. Все условия я пишу под видео, поэтому обязательно туда заглядывайте. В инстаграме я устраивала опросы. Там ну просто подавляющее большинство людей проголосовало именно за вторую часть благоустройства нашего приусадебного участка. Я сейчас усиленно думаю о том, каким образом мне вот эту зону около кострища можно еще каким-то образом украсить. Я сейчас думаю по поводу садовых дорожек. Для меня эта тема очень актуальна. Есть пару задумок. Как раз у нас остался еще щебень, который нам привозили в прошлый раз на огромной машине. Я показывала вам это. Часть щебня пойдет на украшение нашего двора, потому что там тоже нужно много чего сделать. Оставшуюся часть щебня, скорее всего, я буду использовать для того, чтобы делать дорожки садовые. Так что вот такие вот дела. Возьму вас с собой, поедем вместе за машиной. У меня, блин, до сих пор масло никак из рук никуда не ушло, не впиталось вообще. Моя бусинка. Надеюсь, что с ней все хорошо, что ее отремонтировали. Покажу вам кое-что. Это царапинка. Моя первая и пока что последняя авария была, когда в меня врезались. Благо, что все закончилось хорошо. Короче, сижу, жду. Уже на районе 20. Михаил не куда-то уехал с клиентом. А мне надо с ним рассчитаться. Бумажки подписать. Короче говоря, за замену сцепления. Плюс там еще что-то с колодками. Круто, за все, 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 все. Там плюс еще какие-то работы. Я, если честно, не вникаю, потому что девочкам, если честно, такое не очень интересно. Короче, за все вместе им нужно будет отдать где-то 730, наверное, белорусских рублей. Эти траты непредвиденные. Меня, если честно, добивают. Приезжал к нам специалист по газовому отоплению, который будет нам переносить батареи, срезать трубы, которые у нас в кухне находятся, которые нам не нужны там вообще, по большому счету. И котел твердотополивный будут переносить уже в монетопочную. Короче, за все, за весь объем работы, которые вместе с теплым полом, они тогда посчитали нам около 4 тысяч белорусских рублей. Теплый пол мы уже положили, за это мы с ним рассчитали. Сейчас нужно будет переносить, когда все трубы, и за газовый котел нужно будет платить, и за все эти работы надо будет уже отдельно рассчитываться. И вот ты когда понимаешь, сколько это денег все стоит, и это вытягивается из семейного бюджета, это уже как бы невесело. Хочется в этом году уже отбиться, сделать санузел, и просто вздохнуть свободно, потому что следующие проекты по переделке следующей комнаты у нас уже будут позже. Кухня, наверное, где-то через годик будет. То есть те вещи, которые для меня сейчас не принципиально важны, для меня важнее сейчас начать другой, свой более масштабный проект, поэтому не буду пока ничего про него говорить, потому что не хочется ничего говорить, пока это не сбылось. Буду держать скрещенные пальчики, что на тот масштабный проект, который мне нужно собирать деньги, я смогу собрать как можно быстрее, потому что я уверена на 100%, что вам тоже будет интересно, потому что это все связано со строительством, это все связано с перепланировками, короче говоря, очень надеюсь, что где-то в течение следующего года я смогу что-то в этом плане решить. Я, если честно, это для меня большой будет очень шаг, но мне нужно его сделать. кстати, про свои вот эти вот мюли, по-моему, мюли называть, я вам еще не рассказывала, не показывала, наверное, даже вам, но они постоянно у меня в сторис мелькают. Эти и еще несколько пар обуви я привозила с собой тогда из Америки, тогда я на скидке, по-моему, выцепила их за 20 долларов, но у нас такие деньги, вот реально ничего нормального не купишь. Мне нравится, что в них реально очень удобно, то есть ты в них как в тапочки впрыгнула и пошла вообще. Единственное, конечно, что они у меня чуть-чуть великоваты, но честно, вот мне реально будут фонаря, потому что самое главное, что они красиво смотрятся, очень стильно, и мне в них удобно. Нашла вот такой классный кирпич, 16 рублей за метр квадратный, по-моему, надо спросить. Очень красиво смотрите. Чем ближе время, когда нам будут укладывать плитку в санузел, тем больше я нервничаю, потому что я не могу выбрать. Мне реально очень сложно выбрать, хотя не сказать, что здесь очень большой выбор плитки, но мне вот нравится вот эта. Она выглядит как бетонные плиты. Во-первых, они идут все с разным рисунком. Еще мне нравится вот эта под мрамор. Кто бы сомневался, мраморная самоклейка, мраморная плитка. Вот еще под мрамор есть она более такая фактурная. У нее рисунок более такой интенсивный. Короче, это очень сложно, я не знаю. Цена, в принципе, у них одинаковая. Мне кажется, я вообще психану в конце, куплю вон ту, которая на бетон похожа. Потому что мне вот просто, мне хочется полы именно в ванной сделать серые. Не знаю почему, но мне кажется, что будет красиво. Плитку в прихожую тоже надо выбирать. Я хочу сделать ее под паркет. И это еще сложнее. Вот реально, я не знаю. Потому что, когда ты не дизайнер, очень сложно в голове представить готовый вид. Поэтому ты от одного варианта к другому постоянно вот так вот метаешься. Для плитки в прихожую я пока рассматриваю, наверное, или вот этот вариант серенький, или темное дерево, или такое вот, или вот такое вот. Напишите, какой вариант вам больше нравится. Потому что, если честно, я вот вообще не знаю, что будет. Серьезно, это первый раз, когда так сложно выбирать плитку. Если мы говорим про стены, сейчас на стенах в ванную, я хочу обычную белую матовую плитку, вот такую, как там наверху, вот самая верхняя. Я уже успела купить краску для покрышек. Будем красить покрышки для качелей, для детских. Зашла как раз еще, смотрите, что мои любимые жалюзиные дверцы. У меня есть одна идея, только я не уверена, что это для кухни будет очень хорошо, потому что в любом случае, там, где есть отверстие, туда залетает пыль, эти испарения от еды, поэтому я буду вот еще думать. Но мне прям очень нравится, выглядит очень красиво. Я думаю, что ванной тоже это не очень хороший вариант. Мне кажется, что глухие двери должны быть. Ванной в шкафчике, чтобы ничего там внутренне отсыривало. Но тут, слушайте, выбор огромный просто. Наконец-то. Короче, я решила пересмотреть дневники вампира с первого сезона и до конца. Напишите в комментариях, кто смотрел. На этой неделе у меня не было, наверное, ни физических сил, ни времени появляться во влоге. Там сейчас у нас, слышите, ремонт в доме происходит. Полным ходом, короче, работа кипит. И у меня после того, как мы практически закончили кострище зоны отдыха, осталось еще буквально, ну вот, ну и одна третья часть. У меня реально столько энергии после этого появилось. Мне хочется что-то делать и делать. У меня столько задумок. Я хочу сделать помимо кострища, я не хочу заканчивать на кострище зоны отдыха. Мне хочется сделать еще один шезлонг. Мы будем с вами делать, скорее всего, качели детские. Но вот у меня реально огромная потребность куда-то еще выплеснуть свою энергию. Пока хорошая погода, пока тепло, пока есть возможность именно на улице отдыхать, не очень хочется этим воспользоваться. По-моему, как-то я вам уже показывала вот эти вот спилы. Есть потоньше, вот этот конкретно большой спил, он для маленького чайного столика. У нас есть такие же, только меньшего размера, по-моему, их 16, если я не ошибаюсь, которые мы делали, которые мы спиливали специально для того, чтобы их потом куда-нибудь приспособить. Так вот сегодня Дима вместе с мамой уже пробовали электрорубанок и результат, ну, просто феноменальный. Это, конечно, все вот эти полосочки немножко подчистятся. Очень-очень круто получается. Я думаю, что мы с рубанком, с электрорубанком, с этим проектом точно справимся. Пока что это просто заготовка. Ну, что-то посмотрите, сколько опилок с этого спила получилось. Только сегодня Дима наконец-то запитал нам нашу мастерскую, потому что до этого два дня у нас не было света, была какая-то проблема с проводкой. И у нас тут провода по всему полу, потому что мы 70-метровым удлинителем из дома вот здесь вот запитывали инструменты, потому что, ну, как бы у нас здесь розетки не работали. Шезлон, кстати, я тоже хочу сделать с поднимающейся спинкой, так что у меня сейчас будет мозговой штурм, чтобы каким-то образом выстроить схему, модель, по которой все это нужно будет делать, чтобы получилось на самом деле функционально и симпатично. Конкретно такой, скорее всего, я сделать не смогу, там и колесики, там куча всего разного, но я думаю, что сделать такой, с которым могут справиться даже не особо искушенные в деревянных делах, деревянных, блин, делах, в столярных делах. Люди тоже, чтобы смогли с этим справиться. Я сейчас подъехала к строительному магазину, мне нужно заказать металлочерепицу, я планирую заказывать темно-серую. У меня в голове есть картинка того, что я хочу, и это темно-серая крыша и белый декоративный кирпич на фасаде. Поэтому пойдем сейчас вместе с вами. Если у меня получится, я поснимаю там виды черепицы, металлочерепицы, потому что там несколько разных есть вариантов вот этих вот воу. Поэтому, если получится, я вам обязательно тоже покажу и покажу, какую я выбрала. до последнего оделась, что смогу заказать, но не получится, потому что там надо четкую квадрату размерять, а у меня, Дима, этого не сделала, поэтому, думаю, что до понедельника нам придется это отложить еще на два дня. Сейчас полезем с вами на крышу, покажу вам, какой именно участок мы будем в этот раз менять, потому что основную крышу мы пока еще двускатную менять не будем. Вот, короче говоря, вот этот участок, который у нас над санузлом, над прихожей будет находиться вот, 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 вот это вот весь этот вот участок и вот так вот буква Г, как могли, короче, так и стыки закрывали. Но это в любом случае будет совсем по-другому все после того, как металлочерепица положится, уложится, как покладется. Короче, вы меня поняли. Шифер уже полопался. Кстати, давайте зайдем туда, посмотрим, что у нас там интересного. Может, найдем что-нибудь для переделок, если я залезу туда. Скорее всего, нет. Открывайся. Не, не открыла. Селенок маловато в руках, не могу открыть. Значит, мы туда с вами не пойдем. Погуляем еще немножко с вами по крыше. У нас здесь около дома два огромных ореха растут. Сейчас я покажу. Это фундук, вот, орешки. Мы осенью собираем и с молоточком потом сидим и стучим и достаем оттуда орешки. Вот они, как растут. Прикольно очень. Над вольером Бена, видите, сколько всего лежит. Это старая, как ее называют сейчас, сейчас антенна. Вот эти вот металлические круглые прутья. Я планирую все это дело разобрать и сделать очень интересный проект. Короче, у меня здесь на участке столько добра. Ходишь, только спотыкаешься обо все и думаешь, о, классная штука, надо что-то из этого сделать. У нас, кстати, здесь уже обновление небольшое. Мы подшили почти до конца. Вот здесь потолок USB-плитами и начинаем разводку электричества делать. Отдельные розетки около раковины, отдельная розетка у нас будет для стиралки и сушилки. Планируем, кстати, делать натяжной поток, потому что это проще, быстрее и очень красиво смотрится. Я на рынке не снимала, но мы купили очень много вишни. Мама очень любит вишню, поэтому мы купили вишню. Будем, скорее всего, часть замораживать и часть кушать вот сейчас. Но самая любимая моя ягода это, конечно же, голубика. Мы купили 9 килограмм и заплатили за 9 килограмм около 100, да, 100 белорусских рублей. Купили вот такую вот серу гранулированную для подкормки голубики и вот такой сульфат аммония тоже, чтобы подкармливать нашу бедную голубичку, которая не очень хочет расти. Я только что приехала с почтового отделения и мы с вами будем сейчас распаковывать посылочки, которые не пришли. Вместе с вами есть тут три с Алиэкспресс и еще одна с Америки наконец-то не пришла. Так, это силиконовый молд. Он в виде геода для эпоксидки. Вот такие вот силиконовые формы шестиугольные. Давно таких мечтала. Я таких заказала сразу три. Убираем. Что у нас здесь? Так, о, это, скорее всего, шортики пришли. Должны быть очень удобными. Ну и, конечно, ту посылку, которую я очень-очень долго ждала, эта посылочка из Америки. Сейчас мы вместе ее с вами распакуем от моей Анюты. Анюта, кстати, занимается организацией закупок и получается и пересылкой в Россию, в Беларусь, всяких разных брендовых вещей американских. Я контакты ее оставлю в описании, если для кого-то это будет актуально. Если кому-то тоже хочется что-нибудь на скидках или то, чего у нас здесь нету, если заказать из Америки, она все это может устроить. Так, открываем. Открываем. Это первый пакет. Она все в одну посылочку скомплектовывает. Так, это мои любимые липучки от Command. А это у нас специальные такие крючки пластиковые прозрачные для гирлянд тоже от Command. Вообще, очень люблю эту фирму, особенно липучки я очень люблю, потому что не нужно сверлить стены. И, кстати, даже на крашенных стенах очень хорошо все держится. Я когда снимала рамки, приклеенные на липучки, от липучек даже никакого следа не осталось на стене. Нигде краска не оторвалась, ничего. Короче, я вообще очень-очень рада. Вот это отбиливающие полоски от Crest. Будем, короче, пробовать. Мои любимые салфетки для снятия макияжа от Neutrogena. У меня есть здесь две упаковки. Сейчас давайте с них распакуем. Тут в каждой упаковочке здесь по 25 салфеток. Это в тех случаях, когда мне лень смывать макияж или в тех случаях, когда нет возможности где-то это сделать, нет доступа к воде, допустим. Это очень удобно. Так, что у нас еще здесь? Вот такая вот упаковка с... Сколько здесь их? 20 салфеток в индивидуальной упаковке. Это тоже для снятия макияжа. Идеально просто в поездках. Укладываешь себе в сумочку пару таких штучек или в рюкзак, и вот, пожалуйста, тебе в самолете или в поезде, где нет возможности нормально умыться, достаешь из упаковки эту салфетку, смываешь макияж, все, лицо идеально чистое. О, я так долго ждала. Короче, я заказывала книги. У нас здесь эти книги стоят на порядок дороже, и таких, кстати, у нас в Беларуси я не видела. Если заказывать, то заказывать через озон.ру, но там получается не так, чтобы дешево. Вот такая вот книга Inspire Your Home, я потом поближе это покажу. Это книга с интерьерами, с разными дизайнерскими решениями именно в интерьерах. И еще большая вот такая книга Travel Home, тоже интерьерная. Это книги формата Table Book, посидеть, посмотреть, пока ты отдыхаешь, пьешь кофе на диванчике. Так что я очень рада. Дальше, что еще? Целая упаковка. Сколько здесь штук? Я не знаю, сколько штук, сейчас посчитаем вместе с вами. Это специальные, даже не знаю, как это назвать, вот такого плана. Четыре упаковки в комплекте у меня. Вот таким вот образом выглядят эти зубочистки. С одной стороны зубочистка, с другой стороны нить для зубов. Так, ну и самое главное, что я заказывала, это кроссовки от Nike Infinity React. Когда появится мне беговая дорожка и степ, мне надо будет для занятия спорта. Классные кроссовки, поэтому я решила, что мне просто необходимо их себе заказать. А внутри туалетная вода, которую я ждала. Я решила в этот раз взять миниатюрки. У меня здесь вот такая вот миниатюрка Not A Parfum. Я как-то смотрела у Никиты Драгун, и она очень-очень советовала этот аромат. Еще вот такой вот аромат от Airin, Ember Mask. Короче, буду пробовать, буду смотреть. Я очень надеюсь, что эти запахи мне подойдут, потому что с парфюмом всегда очень сложно, именно поэтому я и брала маленькие такие тревел-версии, чтобы протестировать, подойдет мне или не подойдет. В принципе, все. Я довольна, я рада. Все, я вас целую, увидимся с вами чуть попозже. У нас здесь небольшие изменения. Раньше здесь вот так вот была маленькая прихожая. Здесь была такая конструкция деревянная с окнами. Здесь все сегодня Дима взял у нас, вырвал, выдрал. Мы потом все это дело будем убирать. Скорее всего, будем немножко поднимать фундамент или заливать тут, я не знаю, короче, что, но здесь должны в понедельник поменять дверь. Это будет входная металлическая дверь. Потом мы здесь блоками будем эту конструкцию возобновлять, ну то есть на то же самое место мы из блоков будем конструкцию возводить и окна, стеклопакеты будем здесь ставить и дверь такую тоже прозрачную, потому что это было в таком состоянии уже очень-очень ветхом. Где-то вот здесь вот была дырка, через которую коты пролезали через пол и здесь оказывались чужие коты и делали нехорошие дела. А цветочки-то я вам не успела показать, по-моему, они уже отходят. Вот такого вот интересного цвета у нас лилии в этом году, но мне хочется добавить еще каких-то более светлых цветов, чтобы было посимпатичнее. Ну и моя любовь, конечно же. Я очень давно мечтала о гортензии и она в этот раз у нас пустила аж целых три больших цветочка. Я надеюсь, что у нас здесь разрастется огромный куст. Как я поняла, они очень сильно разрастаются и потом получаются прям, ну вот я не знаю, чуть ли не живой в изгороде. Есть еще один кустик гортензии, но он в этом году вот совсем вот такой вот маленький, никакой. Я надеюсь, что в следующем году здесь уже будут цветочки. Ну, я очень надеюсь, но я не знаю, будет это или нет. А еще у нас в саду растут ромашки. Продолжение следует...